ребята всем привет сегодня будем делать небольшой обзор распаковку и краткий тест возможности сигнатурного анализатора ну отечественного разработчика мне обратились ребята с организации цифр мгу вот они разрабатывают отечественный сигнатурный анализатор вот то есть принципе там он использует и мультиплексоры для расширения попросили сделать краткий обзор на их устройство вот то есть покажу вам сейчас принц все как есть о возможности его как им пользоваться вот ну а дальше выводы сделать сами арбит погнали будет интересно так ребят посылает в такой коробке обыкновенно пупырка тут у нас инструкции по эксплуатации и паспорт устройства это мне прислали прибор настольный одноканальный для поиска неисправности электронных компонентов на печатных платах называется и point you 21 и 22 это уже двухканальный в принципе и пока дас одноканальный у него конечно есть свои ограничения но как бы какие задачи можно делать сейчас покажу пакетик со щупами я ему поработал на почти месяц у вас познакомлю с этим прибором то есть тут набор щупов откручивающиеся наконечники конца нас это концована и сама разъемами как сиальными вот юсб кабель в комплекте идет но я тут свои выключая и у нас все идет вот набор разных сменных игл такие два захвата для хваталки такие да но я не знаю насчет сигнатурного анализа как им пользоваться опять же вот на щуп можно через разъем банан соединить вот такие уже маленькие анализатор соответственно по два всего поменьше крокодила банан черный красный и два больших крокодила потом еще у нас идет usb flash drive накопитель с программным обеспечением из всей документации и собственно вот сам приборчик у нас выглядит вот так аналоговый сигнатурный анализатор сзади у нас юсби разъем индикатор питания так вот выглядит собственно сейчас для работы все я как прикладное использование я использую тут соответственно помечен черный и красный черный это масса канала то есть вот все она на общая одна на каждый канал а вот у четырехканального там 4 зачем они так сделали я не понимаю ну то есть сделали они так вот наш прибор принципе подготовлен к работе включаем его вот и работать будем я тут сфоткал николайн адаптер от проскидка моем к 226 сейчас на базе него снимем сигнатурки покажу как он работает так ребят программное обеспечение называется и палат для этого сигнатурного анализатора выглядит она вот так вот есть одноканальный прибор в принципе чтобы им пользоваться нужно сначала этим каналом снять сигнатуры с рабочей грубо говоря платы и потом уже можно сравнивать такую плату то есть делаем что кстати вот такой лайфхак смотрите в нем файл выбираем подключение выбираем наш прибор мультиплексор у нас нету нажимаем подключить вот у нас горит выбор от частот чувствительность потока у настраивается частот у нас один герц 10 101 килогерц здесь килогерц 100 килогерц тестовой частоты чувствительность потоку низкой средней высокая амплитуда пробных сигнала ну вот от 1 и 2 вольт до 12 вольт вот смотрите то есть у нас надо сделать запись так запись смотрите сначала давайте по менюшке вот создать план тестирования открыть план тестирования и сохранить его добавить метку удалить метку вот и у тестирование по план то есть смотрите сначала у нас порядок действий с ним выглядит вот так работа мы открываем мы не в еполап я себе сделал на диске д тестом гу борт сохраняя потом мы делаем запись планы тестирования и добавить изображение выбираем нашу платку и смотрите то есть мы очень неудобно да вот эта вещь я уже ребятам сказал то есть но принципе окошечко она небольшое нам больше не нужно смотреть ставим первую метку вот мы и передвигаем вручную мышкой опускаем то есть смотрите мы все измерения делаем вот кстати сейчас может быть до пригодится на им уж возьму какой-нибудь крокодильчик он на массу не соединен на массу не соединен но мы сейчас мы туда проводок вкрутим крокодильчик и к нему зацепимся относительно массы делать измерения вставили крокодил ну и вот давайте сейчас там какой-нибудь винт зажмем под зажали цепляемся за массу и у нас теперь все измерения будут относительно масса устройства идти смотрите смотрим по этому плану но старт картинку так развернута я все не буду делать я сделаю несколько точек то есть у нас воткнули в эту точку она у нас как раз эта масса попасть вот все на десяти килогерцах и посмотреть можете комментарий к точке тут добавить масса масса вот и нажимаем сохранить комментарий и с храут галочки и сохранить точку нажали теперь смотрите у нас эта . сохранилась новая . нажали у нас появилась вот та уже сохраненная . да мы на вторую двигаем вторая у нас тоже звонится как масса давайте мы не будем на ту могут на это место поставим это у плюс 12 вольт на колонике так выглядит вот плюс 12 вольт нажимаем сохранить точку нажимаем плюсик добавил снова . давайте куда нибудь на эту туда же ну да это транзистор 2 по моему нажимаем сохранить точку добавляем еще . ну давайте эти тут у не масса чудеса звонишь ну вот кто-то так эти резистором на сна так вот сюда на это нижней масса ну сюда давайте вот какой-то там сигнал на у нас идет сохраняем точку новую . вот очень удобно одно только радует что это разово записать и сигнатуры давайте вот рядом вот эту точку возьмем рядом . вот эту и на сохранить новую . вот переключаться очень неудобно так сохраняем точку добавим новую . ну давайте поскольку к лайн интерфейс у нас выглядит в этом приборе вот эквивалентно потом давайте вот эту точку засигнатурим сохраняем точку ну достаточно я думаю вам принцип понятен вот и теперь смотрите у нас выбираем тестирование по плану и вот такой лайфхак пока хотя бы вот так пользоваться потому что очень неудобно смотрите то есть мы у нас 7 . вот выбрана до мышка выбираем вот она переключается вот так нулевая . он она и она фокусируется да и по кругу давайте смотреть то есть у нас тут масса мы уже теперь берем красный щуп и и видите степень различия 0 процент можно сделать звук и со звуком будет вот так она пискает что совпадает второе неудобство я ему же ребятам тоже сказал следующую точку автоматом если то исправно видите она сравнивает уже с ранее записанными сигнатурами вот то есть как бы нету авто переключения но они вроде сказать будут допиливать это уже как бы потом пока вот вручную есть функционал но это не очень удобно то есть вы видите что у вас все совпадает почему бы сразу автоматом не выбрать следующую точку тестирования то есть совпадаете вот примерно соответственно какой другую точку видите степень различия причем степени различия он не пишет он только пишет если совпадает короче вот как то так ребят то есть прибор еще как бы я не знаю может быть для производства то есть как бы когда уже у вас точно записана сигнатура и мультиплексор использования то возможно имеет место быть вот пока в таком виде как бы сыроват он еще то есть как бы можно им находить неисправность но это очень неудобно будет вручную как каждый раз все это переключать то есть но тем не менее это полностью российская разработка ребята работает в москве делают то есть я все ссылки на сайт их не производитель все оставлю уровень на чипы дипе тоже продается их не прибор вот но как бы я для частного мастера пока мне кажется он несколько сыроват это мое личное мнение из каких-то элементарных вещей там там как в том же фадосе ну автопереключение там расправная точка зачем мне сто раз на нее смотреть ну если я так вижу что она исправна ну то есть по звуку сделали лан окей исправно можно переключаться на следующую то есть сделать автоматом ну ткнули она чтобы вид исправно автоматом перескочил на следующую точку ну аналог вот это вот нажатия только делать это в автоматическом режиме при совпадении на сто процентов чтобы она перескакивал сама эти вот вот такой вот приборчик соединяем у нас сразу пишет подключение вот еще раз повторюсь как прибор предоставили на тестирование мне его назад отсылаю завтра ну то есть все актуальные цены все у них на сайте или на чип и дипе можете посмотреть так что вот есть еще вот такой сигнатурный анализатор и производитель циф мгу ну и соответственно майдин раша так ребята такой у нас получился кратенький обзорчик на сигнатурный анализатор от компании цифр мгу вот еще раз повторюсь то есть этот прибор мне никто не дарил там ничего и мне просто прислали его на обзор и я его завтра уже отправляю так что обзор в принципе честно это мое видение этого вопроса вот то есть посмотрите делайте выводы сами то есть я как бы донес до вас информацию вот а дальше уже брать не брать это уже решать вам надеюсь обзор был полезен кому-то всем мир всем добра всем пока ребят вот вот и вот и и Продолжение следует...